Коллеги, всем добрый день еще раз. Я вас приветствую на нашем вебинаре по 11 документообороту. Сегодня будем рассматривать как настраивать процессы, как работать с задачами по 11 документообороте. Меня зовут Ксения Митулинская. Я специалист по 11 документообороту. Активно работаю по задачам, связанным с 11-биллом. Сегодня у нас по плану рассмотреть на реальной базе 11 документообороты, на тестовой базе, посмотреть из чего состоят процессы обработки документов, бизнес-процессы обработки, как создавать новые, на что обращать внимание, когда мы создаем какой-либо новый процесс или корректируем уже существующий. Интересные фичи, как использовать роли исполнителей, зачем их использовать, почему это важно, и автоподстановки, что они позволяют делать. Рассмотрим, как в принципе можно создавать бизнес-процессы, можно в виде схемы, можно в виде таблицы, какие различия есть между этими способами. Собственно, будем смотреть периодически, будем настраивать в базе 1СДО процесс и периодически смотреть под пользователем, как все это выглядит со стороны пользователя, что пользователю доступно, что он видит, какие кнопочки, какие есть возможности и, собственно, какой результат. А также покажу типовые комплексные процессы, скажем так, шаблоны для обработки входящих, исходящих и внутренних документов. Давайте переместимся в нашу базу 1СДО. Мы сегодня будем смотреть тестовую базу версии 2.1.7. Это демонстрационная база. В этой демонстрационной базе есть очень много данных и информации, которая как раз нам нужна для того, чтобы тестировать и расследовать, какие есть функции в программе. Не всегда эти данные корректны, поэтому прошу, скажем так, отнестись с терпением. То есть это тестовая база. Думаю, что раз работаете с 1С и, в принципе, то понимаете, что у нас есть рабочая база и тестовая. Тестовая можно как раз экспериментировать, вводить много видов документов. Скажем так, можно где-то местами в целях обучения подпортить базу для того, чтобы красиво и хорошо настроить рабочую. Поэтому, если будете видеть по ходу работы какие-либо слишком много, допустим, просроченных задач у пользователя, это абсолютно нормально. Это в целях обучения нам такая база очень даже подходит. Гульсар, попробуйте, пожалуйста, может быть, перезайти на конференцию. Если какие-либо проблемы со звуком, может быть, попробуйте в настройках звука у себя в компьютере. Поэкспериментировать. Да, жаль, что Гульсара нас не слышит, но я думаю, что посмотреть на сроки стоит. Что же, коллеги, что же такое процессы обработки? Я думаю, что раз записались на данный вебинар, скорее всего, либо уже пользуйтесь решением фирмы 11СДО, либо где-то планируйте в будущем запускать у себя на предприятии и, собственно, рассматривать свои возможности. Если начинать с самого начала, но не слишком долго, то у нас в документообороте ведем учет документов. Процессы обработки этих документов как раз это и есть те шаблоны процессов, о которых мы говорим. Давайте сразу перейдем, и если вдруг по ходу вебинара что-либо будет непонятно, обязательно пишите вопросы. Так, что сейчас мы под администратором заходим в раздел управления процессами, шаблоны процессов. Что же мы здесь видим, что у нас есть? У нас есть различные действия, которые мы можем настраивать, а также комплексные процессы. Что же это за действия? В нашей системе 11СДО следует провести вот такую аналогию, скорее всего, с конструктором ЛЕГО. У нас есть некоторые элементы, детали, типовые и шаблонные. Это как раз вот эти действия. Исполнение, ознакомление, согласование, регистрация, рассмотрение, утверждение или подписание. Это типовые кубики, да, ЛЕГО, которыми мы можем пользоваться как таковыми, да, то есть единичными. Единичные отправляют документы, допустим, на согласование, единичные отправляют документы на исполнение. Но также мы можем выстраивать комплексный процесс. Комплексный процесс мы выстраиваем как раз из этих кубиков ЛЕГО. И почему такая аналогия? Потому что по программе, по регламенту у нас нет, в целом у нас нет никакого регламента. У нас есть только методология, да, то есть подход с точки зрения методологии. По каким документам, какой процесс мы хотим создать, теми кубиками мы и пользуемся. Давайте сейчас посмотрим типовый процесс обработки, изначально комплексный, обработки заявления на отпуск. Здесь мы видим, что вот наш шаблончик состоит из множества вкладочек и настройок. Эти настройки обязательно, сейчас расскажу, какие из них обязательны и необязательны, а что стоит обращать внимание. Сам процесс, конструкция процесса, ее стоит смотреть на закладочки настройки процесса. И вот они, наши действия. Здесь в ряд мы добавляем те действия, которые мы хотим у себя видеть в процессе обработки документа. Это как раз те кубики ЛЕГО, из которых мы выстраиваем целый процесс. Каждый кубик, каждое действие, согласование, исполнение, утверждение выполняет определенную функцию. Давайте начнем сначала и по исполнению посмотрим, что же такое исполнение. То есть это действие, в котором у нас может быть один или несколько исполнителей. Допустим, Петров, Иванов. И мы направляем задачу исполнения Петрову и Иванову создать, допустим, какой-то отчет или документ. То есть это задача исполнения, может быть, что угодно. Затем у нас есть функциональная опция. Что же можно с этой задачей, какими настройками опция включать и выключать. Есть функция проверки. То есть что это значит? Если у нас в проверке не будет указано никакого пользователя, это значит, что после выполнения задачи Петрову и Иванову процесс завершится, единичный процесс завершится и все, больше ничего. Если мы заполняем проверку, то есть что это значит? Направлять задачу данному пользователю после того, как Петров и Иванов исполнили свою задачу. Будет приходить задача, вот в данном случае, на Зеленец или на другого пользователя с описанием проверить выполнение задачи такой-то. Это очень полезно, если, допустим, вы руководите, то есть вы ставите задачу своим подчиненным и затем ставите себя в проверку. То есть после того, как вы выполнили задачу, вам приходит задача проверить их выполнение. То есть все ли хорошо, только сделать контрольный чек. Давайте пока добавим, для примера, зеленец и в проверке поставим автора процесса. Воспользуюсь, кстати, кнопкой. Проверку для автора процесса. Сроки. То есть в данном случае у нас срок будет для исполнителя. То есть нам нужно установить срок исполнения этой задачи для данного исполнителя. Это может быть любой срок, который вы придумали. Один день, два дня, три часа и далее. Для каждого исполнителя, кстати, может быть срок разный. Как это сделать? Сейчас я вам покажу. Давайте выберем другого пользователя. Хорошо. Вот, как вы видите, срок продублировался. Но что делать, если нам нужно сделать, допустим, первую задачу, затем вторую задачу, у них должны быть разные сроки. Справа у нас в середине окна есть вот такая опция. Направлять. Как направлять задачи внутри этого действия. Вот эта функциональная опция, она характерна не только для исполнения, а и для всех действий, да, для всех наших элементов, кубиков, да. И мы можем выбрать, либо направлять задачу всем исполнителям сразу, либо по очереди. Смешано это вариант, когда у нас, допустим, есть исполнители, и нам нужно для каждого определить характер, направление. Давайте сразу покажу. Ну, обычно на практике у нас либо всем сразу отправляется задача определенная, либо же у нас как раз используется вот эта интересная схема смешанного направления, когда изначально у нас, допустим, Зеленец будет получать задачу непосредственно первая, затем Воронцова будет получать задачу после того, как Зеленец ее выполнила, но также нам нужно настроить, чтобы Воронцова и Репин получали задачу одновременно. То есть мы оставляем вот такую настройку, и затем третьим этапом нам нужно, чтобы там исполнил Северенник. Мы делаем вот такую настройку. Что это значит, этот порядок? Может выглядеть, там, немножко смущать, да, на первых парах, но на самом деле этот инструмент очень полезный и рекомендую к использованию. То есть что это значит, что у нас здесь даже есть подсказка по шагам. То есть какие будут шаги? Первый шаг Зеленец исполняет, затем, после того, как Зеленец исполнила, у нас Воронцова и Репин 2.2, и затем заключительно Северенник. То есть вот таким образом мы можем маневрировать внутри действия исполнения. Для каждого исполнителя мы можем написать отдельное описание. То есть здесь из нашей ситуации понятно, что, скорее всего, у коллег будут разные поручения. Допустим, Зеленец будет делать, там, выполнять общую проверку, да. Воронцова будет заполнить данные по шаглону, допустим. А Репин будет подготавливать. И Северенников будет проверять. То есть мы можем либо ввести номинование и описание поручения общее для всех, но также мы можем вводить и номинование, и описание разное для всех исполнителей и по действия исполнения. Вот таким образом мы настраиваем действия исполнения. Давайте сохраним. Наш процесс. Он у нас сохранился как по умолчанию, что мы его как раз и меняли. Что это нам дает? То есть мы ввели один шаблон для действия, для элемента исполнения, для действия исполнения. Как мы можем этим пользоваться? Во-первых, как я уже говорила, процессы мы можем запускать как с документов, то есть у них будет основание, да, какой-либо документ или файл. А также мы можем запускать процессы без какого-либо основания, да. То есть нам нужно просто отправить поручение всему нашему подразделению. И мы отправляем его как раз, собственно, с помощью процесса. Идем в лапное видео. Совместная работа или документы и файлы. И создаем процесс. То есть это для того, чтобы создать процесс без основания. Так, и наше исполнение должно быть здесь. Так, я пока его не могу увидеть, но, скорее всего, что-то у нас в базе не так. Повторюсь, что... Нет, вот, все есть. То есть вот таким образом мы запускаем процесс, который мы ранее подготовили. Поэтому он называется у нас шаблон процесса. То есть мы его ранее подготовили и готовы его запустить в любой момент по любому документу, который нам понадобится или потребуется. И нам не нужно будет каждый раз думать, кому направлять задачу. У нас есть готовая разбивка по командам, да, которые выполняют те или другие задачи. Сразу здесь у нас проверочка установилась как администратор. Что абсолютно правильно, потому что мы выбрали автопоставку автор процесса. То есть система просчитала здесь этот момент и посчитала, что автором процесса является наш пользователь. И подставила его сюда в проверку. Для того, чтобы стартовать действие, желаем стартовать закрыть. Система будет нам всячески напоминать о тех моментах, о которых мы могли забыть или пропустить. В данном случае система напоминает нам, что мы не ввели срок для проверки. То есть какой срок мы ставим себе как автору процесса на то, чтобы проверить выполнение задачи всеми нашим исполнителям. Таким образом у нас происходит настройка единичного этого действия исполнения. Под пользователем это выглядит следующим образом. Сейчас мы зашли под пользователем Зеленец. Наши вымышленные вселенные Зеленец у нас главный бухгалтер. У пользователя очень много задачи и нам как раз удобно будет смотреть, как каждая задача выглядит. Обновляем задачи. Как видите, здесь удобно использовать группировки. По каким документам, по каким предметам у нас приходит к нам задача. Вот наша задача, которую мы только что создали. И что мы видим? В принципе, мы здесь абсолютно ничего не видим. У нас нет предмета. У нас есть четкая задача, которую нам нужно выполнить. Нам не нужно думать, кому задачу затем перенаправить и так далее. Мы можем смело выполнять свою задачу и нажимать кнопку «Исполнено». Видите, здесь у нас только один вариант. Действия исполнения у нас выходов нет. Мы можем либо исполнить задачу, либо ее перенаправить. То есть, в принципе, ее удалить мы не можем, если мы не администратор. Такие задачи стоит включать в комплексные процессы, где не должно быть никакого выхода, кроме как выполнить задачу. Если мы говорим, допустим, о действии проверить документ и отписаться по замечаниям, принять или не принять замечания, то здесь уже не подойдет действие исполнения. Почему? Потому что у пользователя в данном случае должно быть больше, чем один вариант выхода из задачи. То есть, он не может просто выполнить свою задачу и все. То есть, нам нужно зафиксировать, какое решение он принял. То есть, либо правки приняты, либо правки не приняты. И в данном случае мы как раздвигаемся к следующему элементу конструкторов. Это согласование. Переключаемся на администратором и смотрим. Вот у нас согласование в действиях. Так, коллеги, вижу ваши вопросы. Спасибо большое. Вернусь через длинное время. Завершу по элементам, рассказывать по элементам действия. По согласованию. Что же такое согласование? Настраивается ровно таким же образом, как исполнение. Здесь у нас есть разные шаблончики для точечного согласования, которое мы можем затем использовать в обработках по документам и не только. То есть, как видите, здесь у нас в правой стороне без открытия документа мы можем без открытия шаблона сразу посмотреть, кто там назначен. Самая важная информация. То есть, то, чем мы можем пользоваться. Что мы здесь видим? Опять же-таки, у нас есть наименование, кто подготовил. Сейчас больше расскажу как раз по опциям самого шаблона. Вот такое участники и изменения. Здесь, в данной таблице, на страничке шаблона процесса любого, либо элементарного, точного действия, либо комплексного, мы настраиваем рабочие группы, кому доступен этот процесс. В данном случае, кому он доступен и кому он доступен в том числе и на изменения. Очень важным моментом является назначение процесса к какому-либо предмету. В данном случае, шаблоны процессов обычно, как должно быть, они назначаются видом документов. То есть, у нас для вида документа служебная записка назначен шаблон согласования в служебной записке, процесс, а для вида документа договор назначен шаблон обработки согласования договора. В целом, мы должны стремиться к такой системе, чтобы у нас не было видов документов, которые мы пользуемся, без назначенных процессов. То есть, чтобы по каждому документу у нас процесс проходил, он был назначен. В самой настройке процесса мы видим, что, опять же-таки, у нас есть наименование. То есть, здесь увидит пользователь, что ему нужно сделать. То есть, в данном случае, согласовать. Описание для более детального описания, что конкретно нужно сделать. И список исполнителей данной задачи. Их может быть несколько, неограниченное количество. Хотите один, хотите трое. И что касается особенно согласования, обычно, как показывает практика, у нас много согласующих. Всех нужно каким-то образом порядочить. В данном случае, что мы видим, с кем согласовать? Непосредственный руководитель автора процесса. Кто это? Обычно мы видели только что зеленец, бухгалтер, северяник и так далее. То есть, мы назначали пользователей пофамильно, поименно, конкретно. То есть, с кем согласовать. В данном случае, это у нас автоподстановка. Непосредственный руководитель автора. Когда мы переходим к выбору исполнителя, очень удобно их просматривать. То есть, у нас есть отдельные роли, отдельные автоподстановки. Автоподстановки позволяют нам автоматизировать вот такие моменты, когда у нас есть, ну, понятно, что у нас несколько подразделений в организации. И служебную записку мы хотим дать возможность запускать всем нашим сотрудникам. И первым действием у нас, мы хотим, чтобы сотрудник согласовал данную служебку со своим руководителем. Но мы не можем прописать, что вот если сотрудник Иванов, тогда у него руководитель Петров. Понятно, что это действие у нас уже автоматизировано. Система знает, кто руководитель у каждого сотрудника. Понятно, что предварительно мы достроили наш справочник подразделения. И, собственно, пользуясь этой информацией, система позволяет нам настраивать процесс таким образом, что не обязательно точное указание конкретного пользователя. Это одна из фишек документа оборота. Практически все наши клиенты, которые обращаются за помощью по документу оборота, все пользуются данной фишкой. И всегда отзывы хороши. То есть оно существенно автоматизирует работу. Нам не нужно сильно думать, прежде чем настроить процесс. Мы сразу можем настроить непосредственно руководителя, без какой-либо обработки со стороны подразделения. Мы сразу настраиваем и запускаем. Среди типовых автоподстановок у нас есть вот такие. То есть можем запускать адресата документа. То есть тот, кто указывал в поле адресат автора процесса, автора документа. Это могут быть разные сотрудники. Все коллеги автора документа. Это что значит? То есть что у нас есть определенные пользователи. Это пользователи Дванов и Петров в подразделении производства. Что это значит, все коллеги? То есть это все пользователи, которые находятся со мной, с моим пользователем в подразделении. В данном случае с инициатором. Также здесь есть все подчиненные. Практически все нужные автоподстановки здесь уже есть. При этом можно устанавливать свои. Но для этого уже нам понадобится программист и полчаса его работы. То есть автоподстановки мы можем донастраивать, но уже, к сожалению, не в режиме предприятия. Так, релям. Еще отрадемся. То есть вот таким образом у нас выглядит согласование. Как и в исполнении универсальным инструментом, это порядок исполнения у нас есть всем сразу по очереди или смешанном. По очереди здесь даже нет никаких условий. То есть мы сразу видим, что сначала пойдет непосредственно руководителю автора процесса, а затем уже главный бухгалтер наленец. Так, давайте-ка наше согласование о служебной записке мы сохраним и направим пользователю. Ну, в данном случае у нашего тестового пользователя уже есть много задач согласования. Давайте-ка откроем. Вот у нас «Согласовать». В правой части экрана видим как раз наши опции. Что у нас появилось из опции? Поскольку мы запустили, в данном случае ранее инициатор запустил процесс по документу, то у нас появляется возможность перейти в этот документ прямо из задачи. То есть нам пришла задача, нам нужно что-то согласовать. Нам нужно согласовать закупку канцелярских товаров. Мы видим, что на сумму 9 почти с половиной тысяч рублей. И видим, кто плательщик, кто получатель. Видим эту информацию. Но, скорее всего, этой информации нам недостаточно для того, чтобы решить, согласовывать документ или не согласовывать. Переходим, то есть если мы нажмем здесь, мы перейдем в предмет, в документ, который запущен. Вот здесь символом Word прикреплен файл, который прикреплен к этому документу. То есть нужно непосредственной задачей открыть сразу файл или все файлы, которые прикреплены к документу. Двойным щелчком просматриваем. Здесь у нас уже больше данных для принятия решения, больше реквизитов. Можем просмотреть, какие конкретные данные ввел инициатор и принять свое решение. Какие категории, рабочая группа. Также мы в документе, перейдя по ссылочке «Процессы и задачи», можем посмотреть, как идет процесс. Здесь, к сожалению, плохой пример. Я думаю, что в ходе нашей дальнейшей работы сейчас посмотрим, будут хорошие примеры, где будут большие длинные процессы обработки. И как раз на этой вкладочке мы видим, где конкретно сейчас находится документ, что он уже прошел, какие этапы. Закрываем документ. Также просматриваем файлик. Файлик сейчас у нас не откроется, у нас тестовая пара. И как видите, у нас уже есть несколько опций. То есть мы можем либо согласовать документ, если у нас есть замечания, но они несущественные. И в целом документ согласован, но нужно там подправить, допустим, шрифты в документе. То есть это согласовано с замечаниями. Но если у нас есть критические замечания к документу, его нужно дорабатывать, эту доработку должен выполнять явно не вы, то есть не вы выполняете доработку, а инициатор документа, вы нажимаете «Несогласованно». Все-таки у нас есть опция. От себя могу добавить, что обычно первым делом, когда, допустим, клиент обращается или начинает внедрять систему 1СДО, первым делом, одним из первых дел просит программистов скрыть вот эту кнопку с согласованными замечаниями. Почему-то так всегда получается. То есть оставить пользователям только два варианта, две опции. Либо документ согласован, либо не согласован. Какие-либо замечания, это не согласовано. Почему-то так у нас большинство просят. Может быть, если вы уже пользуетесь, то тоже замечаете, что могут, допустим, сотрудники как-то либо некорректно пользоваться, либо обращая ваше внимание, что есть такой вопрос. Что произойдет, если мы согласуем данный документ? Задачи согласования будут выполнены, и если это комплексный процесс, то обработка пойдет дальше. Если же мы нажимаем «Несогласовано», тогда автоматически автор документа получает ознакомление в любом случае, если согласовано, если не согласовано. Но если не согласовано, автор документа получает отдельную задачу, что необходимо, чтобы ваш документ «Закупка кантелярских товаров» он несогласован. Давайте-ка мы сейчас прям посмотрим на практике. Несогласован. Система нам говорит, что не заполнен комментарий. Всегда, когда мы нажимаем «Несогласовано», у нас должен быть заполнен комментарий. То есть по какой причине не согласован. Нет. Посмотрим. У нас генерировалась задача на инициатора, в данном случае это Фролова, что ознакомьтесь, пожалуйста, с результатом согласования. Если мы зайдем под Фроловой, мы увидим вот такую форму задачи. Сейчас откроем эту задачу. Я провожу некоторые действия, которые нам позволят быстро перейти по ссылке в эту задачу. То есть вот таким образом задача будет выглядеть у Фроловой. Кстати, вот тоже у нас такие есть варианты. То есть мы можем либо работать с задачами из формы задачи «Мне», вот таким вот списком, видеть саму задачу, список всех задач, и смотреть их содержание. А также мы можем открывать задачу на целое окно. И вот здесь много информации, так удобно. Например, вот таким образом будет полная карточка. И вот таким образом у нас выглядит задача Фроловой после того, как Зеленец не согласовала эту задачу. То есть мы видим, что у нас есть документ, есть прикрепленный файл к нему, сумма, все реквизиты и результат согласования. Затем подробная информация, что вот не согласовано по какой причине? По причине, которую мы указали в нашем комментарии под главным бухгалтером. То есть какие у нас есть опции? Мы можем либо смириться с тем, что документ не согласован, есть критические какие-то недоработки, и завершить согласование, отказаться от дальнейшего согласования этого документа. Либо мы можем исправить замечание, которое нам прислали, и повторить согласование. Если вы внимательно смотрели, видели, что в некоторых процессах согласования была такая опция. под администратором. Давайте я сейчас подкрою еще раз, чтобы он на процессах. Вот согласование видели, что и в настройках, и в целом бы не попадалась информация по циклам. Количество циклов. Один, два и так далее. То есть это как раз ограничение от количества вот этих повторных отправок на повторное согласование. То есть для того, чтобы исключить 10 раз повторное согласование, мы как раз устанавливаем здесь критическое количество работ, циклов. Можно так назвать. То есть вот у нас наша опция при согласовании. Все, что мы сейчас смотрим, это связано с действием согласования. То есть вот в исполнении у нас возможность есть устанавливать исполнителя, назначать главного исполнителя, и одна кнопка «Исполнено», то есть выполнение задания. В согласовании у нас есть вот такой процесс, то есть что можно согласовать задачу, можно не согласовать. Если не согласовано, у нас появляются новые задачи, которые генерируются автоматически. Это входит как раз в наше согласование, в этот элемент действия согласования. Вернемся к нашим другим действиям. То есть вместе с исполнением, согласованием у нас есть приглашение, у нас есть регистрация, у нас есть рассмотрение, ознакомление. Все эти действия, они в своем роде уникальны, потому что разные варианты исполнения этих действий. Но в целом, зачем мы их смотрим? Конечно, пользоваться шаблонами подготовленными отдельных действий это удобно. Ну а что если нам нужно в одном процессе использовать, ну сначала согласовать, а затем исполнить, а потом ознакомить всех сотрудников, что вот задача выполнена по этому документу. Это как раз реализовано с помощью комплексных процессов. Комплексный процесс – это основной мозг документа оборота. все вот эти элементы, действия, мы их собираем вместе и выстраиваем наш комплексный процесс. То есть комплексный процесс может содержать в любом количестве любые из наших элементов, из наших действий. Обычно спрашивают, как выстраивать бизнес, как выстраивать комплексные процессы по обработке документов, как лучше, что лучше. Тут, смотрите, история такова. Есть методологические рекомендации, как должно выглядеть обработки определенных видов документов. То есть типовая обработка входящего документа, типовая обработка исходящего и внутреннего. Но в целом эти процессы нужны нам для обеспечения рабочего потока, и мы пользуемся инструментом комплексных процессов прежде всего, чтобы автоматизировать свою работу. Здесь нет четких, жестких регламентов, как мы должны автоматизировать, допустим, заявку, служебную записку на подготовку документа, которые не регламентны. или, допустим, договорного документа, то есть обработка договора, как должна происходить. Это зависит от каждого предприятия, от того, как в реальной жизни происходит обработка договорного документа. Давайте на примере заявления на отпуск посмотрим жизненный цикл этого документа. Для каждого документа обычно в процессе внедрения решения 1СДО специалистами проводится анализ, обследование, как происходит обработка документов именно на вашем предприятии. Понятно, что есть общая рекомендация, но то, как происходит обработка на вашем предприятии, это обычно ключевое. То есть нам нужно автоматизировать, что есть. В некоторых случаях понятно, что нужна иногда такая главная уборка процессов, то есть перестройка, шаблонизация, унификация, но в целом подход таков. карточка на видим, чем не отличается, а у нас есть настройка участников, кто ответственный, кому назначен документ, одно назначение, с каким видом документов, сколько уже запущен, это уже по рабочим процессам, сколько по этому шаблону запущено процесс, можно таким образом отслеживать. какие бывают правила эскалации для этого шаблона, то есть можем выставлять с настройками, что если задача согласования не исполнена в течение срока 10 дней, то она эскалируется у другого сотрудника. Это настраивается в правилах эскалации для шаблона. Сами настройки процесса выглядят таким образом, то есть здесь мы видим какое действие согласование, затем номинование, что именно нужно сделать. тип действия согласовать, ячейка согласовать, как помните, то есть у нас возможности согласованы, не согласованы. И затем у нас поручение выполнено. Поручение, поручение, ознакомление. Таких действий в одном процессе может быть неограничено количество с технической точки зрения. Понятно, что с логики бизнеса это легче всего оперировать процессами. Обычно работаем с процессами, где около 20 действий. Скажу, что больше может быть больше, может быть меньше. Зависит уже от процессов на вашем предприятии. таким образом у нас выглядит шаблон комплексного процесса. В каждом действии изначально мы добавляем действия и выбираем из наших элементов допустим исполнение, ознакомление, регистрация, согласование. И затем мы это действие внутри настраиваем. То есть внутри мы видим ровно ту же форму, которую мы увидели при открытии действия согласования. те же опции и те же возможности. Очередность, важность и так далее. Как видите, здесь при начале настройки изначально нам нужно задать предмет процесса. То есть допустим предметом процесса является договор. Это поможет затем пользователям, когда у них много задач, правильно с ними работать. в каждом таком действии мы настраиваем своего исполнителя. может быть, как я уже говорила, автоподстановка, так и роль. Чем автоподстановка отличается от роли? Хочу вам сразу показать. Роли сопрудников, роли наших исполнителей. То есть обычно у нас допустим есть роль в нашей предприятии роль секретаря. На данной роли у нас сейчас исполнителем является Фролова ЕМ. Нам нужно настроить во всех процессах, что документы после согласования исполнения должны направляться на регистрацию секретаря. Как это сделать? Но сделать это продуманно и логично. Для секретаря Фроловой мы создаем как раз здесь роль. Здесь уже создан секретарь. И вместо того, чтобы назначать Фролову конкретно в каждом процессе, по каждому документу, исполнителям, регистрациям, мы добавляем как раз роль секретаря. Что нам это позволит делать? Вот таким образом мы выбираем роль секретаря. Что это меняет? Меняет это многое. Допустим, мы растем и у нас появляются два секретаря. После этого нам нужно будет менять все процессы в нашем документообороте, изменять все настройки, это долго и утомительно. Таким образом мы обеспечили себе такой путь, что задача по-прежнему будет приходить секретарю Фроловой. А если мы хотим добавить нового исполнителя или еще лучше добавить смежного исполнителя, мы просто заходим в эти настройки ролей и добавляем нового секретаря. Что у нас секретарь. создали нового пользователя и вот у нас два секретаря. Все задачи регистрации, которые будут приходить по документам, они теперь будут приходить двум сотрудникам одновременно. Если сотрудник допустим уволился, нам также не нужно выполнять никаких настроек в самих процессах. Регистрация, как и прежде, будет переходить на секретаря. Кто уже исполнитель, в этой роли секретарь, мы уже назначаем отдельно. Вот таким образом можем назначить. Исполнителей может быть много. И что же нам делать, если у нас есть 10 организаций и по 10 организациям есть 10 разных секретарей. Как тогда быть, как с этим жить. Это как раз задача, которую наоборот может решить и ее может решить использование ролей. Мы создаем новую роль и в форме роли мы назначаем, что у нас для нашей новой роли будет использоваться объекта адресации. Объекта адресации это на что мы будем завязывать роль. Допустим, мы хотим ее завязать на организацию. Давайте назначим на именование для нашей роли. И смотрите, что система позволяет делать. Она позволит ввести сейчас неограниченное количество ролей исполнителей по этой роли и для каждого исполнителя назначить его объект адресации, то есть организацию. В данном случае настраиваем вот таким образом. У нас вторая часть достройки. Вот таким образом исполнитель для следующей организации другого настраиваем. Таким образом мы входим в роли по их объектам адресации. Это очень часто используется в процессах обработки и это довольно актуально. То есть когда мы говорим о многофирменном учете, у нас обычно за одно юрлицо один бухгалтер выступает, согласовывает документы, подписывает. За другой юрлицо у нас другой исполнитель или директор. То есть по разным юрлицам у нас могут быть разные процессы. И таким образом мы можем использовать таким образом у нас используется роль. Видите, на тестовой базе у нас не очень непрямо используется, но ничего. и в целом таким образом мы работаем с процессами. Хочу рассказать об одной опции, которую всегда рекомендую включать клиентам, коллегам. Это очень удобно. Когда мы настраиваем, когда мы назначаем процессы или шаблоны процессов определенным видом документов, в окне есть вот такая фишка предлагать запуск или оптический запуск. Что это значит? Если мы включим галочку здесь, ручной запуск, предлагать запуск при выполнении какого-либо действия, всегда при закрытии карточки устанавливать. Что это значит? Это значит, что когда мы создаем документ, допустим, под пользователем зеленец, мы хотим создать документ внутренний. Создаем наше заявление на отпуск и заполняем его. Заполняем и в принципе мы ввели всю информацию и следующим действием будет какое действие нажать отправить, выбрать шаблон документа и отправить его. Но рекомендую сразу использовать вот эту галочку, что она позволяет делать. Она позволяет пользователю ввести все данные по документу, заполнить файл, приложить и просто попытаться закрыть карточку. Что это нам сделает? Нам система сейчас предложит, что вы пытаетесь закрыть карточку такого документа. А для этого документа настроена рекомендация сразу запускать шаблон процесса. Вот такой конкретно тот шаблон, который мы назначили. И вот у вас есть две опции либо перейти, либо не запускать. Обычно пользователи очень любят эту настройку, потому что когда кто забывает запускать процесс после создания. И вот это окошко служит напоминанием, что нам нужно запустить документ по этому шаблону, перейти и запустить. Таким образом выглядит окно запуска старта процесса. Пользователю видны все данные, которые есть по данному шаблону, то есть кто будет исполнителем определенных задач. какой порядок, какие условия назначены, если они есть. И также он может просматривать внутри. Что еще рекомендую делать? Тут возможно аудитория разделится напополам, то есть использовать или не использовать эту опцию. Опция запретить пользователям изменять процесс. То есть мы хотим обеспечить прохождение процесса полностью и забрать у всех пользователей возможность корректировать или вносить правки перед стартом процесса. То есть здесь, как видите, у нас есть возможность добавлять, удалять действия, их настраивать перед тем, как запустить. Но если мы включим опцию запретить изменение процесса, созданных по этому шаблону, то увидим следующую картину. Наше заявление на отпуск. Заполнили документ, попытались из него выйти. Ну да, и перейти к запуску. Видите, здесь у нас уже кнопки неактивны, мы ничего не можем сделать. Мы можем только посмотреть, кто будет исполнителем, а своих правок внести мы не можем так пользоваться. Можем только стартовать и закрыть этот процесс. Что ж, вижу, что у нас время уходит довольно быстро, поэтому сейчас покажу вам процесс обработки для документов, которые типовые. Смотрите, у нас методология. Многие спрашивают, у нас внутренние документы, как правильно настраивать. Методолог по 1SDO сразу вам скажет, что есть у нас определенные шаблоны, как настраивать, но внутри каждого действия, согласования и между этими действиями понятно, что есть отличия между тем, как надо, и тем, как у вас устроено. и в этом нет ничего плохого. То есть если процесс слажен, просто он происходит в ручном режиме, на бумаге носите документ между кабинетами, то этот процесс в любом его представлении можно автоматизировать с помощью 1S-документа оборота. но при этом типовые процессы обработки, типовые шаблоны стоит также учесть и посмотреть. Возможно, уже кто-то придумал, как автоматизировать данный пункт легче и проще и до вас. То есть можно таким образом себя обезопасить от того, что возможно как-то некорректно строить процессы или в принципе построить методику работы. Обычно внутренний документ как он проживает свою жизнь. Рассмотрим на примере договорного блока. Знаю, что это больная тема многих наших пользователей. Обычно у нас договор либо создается нами, подготавливается шаблон документа, шаблон договора и отправляется заказчику. Либо шаблон присылают нам для ознакомления, для наших внесения правок, и для согласования дальнейшего подписания. Первым делом у нас идет создание проекта документов. То есть подготовить документ, создать карточку нужно и запилить все данные в файл. То есть дата, суммы, перечень, риски и так далее. Подготовка карточки документа. Это мы действием настроить не можем, то есть это инициатор что делает? Он заходит в систему 11 документов и оборот, нажимает документы и файлы, создает документ внутренний и выбирает тот шаблон, который ему нужен. В данном случае это наш договор. У нас в данной базе есть несколько подвидов договоров, шаблонов, и сразу можно выбрать тот, который нам подходит. договор подряда. То есть в этом действии мы как раз подготавливаем документ. У нас был открыт уже документ, поэтому сразу он открылся для создания уже сумой, которую ранее указала. И таким образом он заполняется стороны. есть в данном случае используется номенклатура, у нас какие-то товарные услуги подтягиваются в документ, это опционально. Есть файлики, которые мы заполняем, и таким образом мы записываем, закроем карточку и выбираем тот шаблон, который нам нужен. Из чего как раз будет состоять шаблон? Это из дальнейших действий. Первым действием у нас будет согласование документов. Обычно согласование идет с нижних рангов к верхнему. То есть изначально необходимо согласовать со своим руководителем, допустим, вы работаете в отделе продаж, вам нужно изначально согласовать договор, проект договора со своим руководителем, руководителем подразделения продаж такого-то подразделения. затем после того, как ваш непосредственный руководитель согласовал, вам необходимо согласовать договор с директором по продажам или другая может быть раскладка подразделения у вас. И только затем, после того, как директор по продажам согласовал, допустим, нужно согласовать с заместителем директора по продажам, если есть такая должность. то есть вот как раз с кем согласовать вы решаете сами, как вам удобнее. А то, что первым действием у нас идет согласование, это подготовка проекта, согласование, подписание, регистрация, исполнение, то есть перечень действий у нас идет уже от части методологии, как рекомендуется. То есть изначально согласование. Это согласование может делиться на несколько этапов, вплоть там обычно знаю, что может и на один этап, и на два этапа, и на шесть, и на десять этапов делиться в зависимости от сложности и интересности работы вашего предприятия. Какие-то, допустим, патентные или тензионные договоры, они там согласовываются с десятью подразделениями, там обычный договор на продажу, да, в экспресс-режиме согласовывается допустим, с одним или другим сотрудником. После того, как документ согласован, ну, это схема в целом, да, то есть понятно, что мы должны еще будем согласовать в рамках согласования правки с контрагентом, затем обратно получить ответы на свои правки от контрагента, и такое согласование тоже может длиться долго, но в целом мы объединяем его под действием согласования. После согласования обычно у нас идет либо два действия регистрация и подписание, и подписание регистрации. Как у вас обычно подписанный договор регистрируется. затем после того, как документ зарегистрирован, подписан, он идет на исполнение, то есть мы должны либо мы, либо контрагент должны исполнить свои обязательства по данному контракту, или проконтролировать исполнение. И затем списание в дело, ну, здесь служба делопроизводства, наверное, это уже тема для другого вебинара, что такое инкультура дел, как ее вести, более для формального. вебинар по нормативам и, ну, скажем так, вебинар по нормативам. То есть вот это у нас жизненный цикл внутреннего документа. Обычно рекомендуется настраивать процессы каким угодным образом, но вот с придержанием к вот этим принципам, что у нас идет согласование, подписание регистрации и затем исполнение. В целом такая схема. Понятно, что она очень обобщенная и каждый случай уникален. У нас банально договор будет отличаться от обработки документа расторжения и они будут отличаться от обработки заявления на отпуск и так далее от обработки организационно-распроводительной документации приказа. Но в целом вот такая у нас схема. Что касается входящих документов, то есть вот следующие рекомендации. Изначально делопроизводитель или секретарь принимает и разбирает входящие корреспонденции, входящие документы и затем уже вносит их в систему. Заполняет все данные и затем регистрирует. Регистрацию можно настроить как ну то есть регистрацию можно выполнять как автоматически запускать процесс, где будет автоматическая регистрация и затем сразу следующие действия. Так и секретарь может вручную сама нажимать там сам нажимать на кнопочку зарегистрировать и затем запускать документ в обработку. После регистрации что обычно происходит с входящим документом? Нам нужно понять что этот документ в себе несет, зачем он как его обработать. Если секретарь сам понимает что это платежка ее нужно направить в бухгалтерию там уже дальше разберутся то понятно что секретарь сам выбирает шаблон процесса рассмотрения бухгалтерии и исполнения бухгалтерии. Но если секретарю допустим непонятно кто не шаблонный документ то можно его отправлять на рассмотрение кем-либо там ответственным по подразделениям. Допустим это следобник оригинал пришел понятно что с ним делать его нужно прикрепить в карточку документа дописоглашения и направить там отметить как оригинал который присутствует у нас в бизнес-процессе по обработке договора бизнес-процесс который у нас есть. А здесь когда к нам приходит входящая корреспонденция мы ее перенимаем регистрируем рассматриваем отправляем на рассмотрение полномоченным лицам затем полномоченное лицо распоряжается что нужно сделать с этим документом либо ознакомиться некоторым сотрудникам либо принять к исполнению какие-то действия отправить исходящие документы либо же отправить дополнительно кому-то на согласование или исполнение таким образом таких этапов нам рекомендует фирма 1С таких этапов нам рекомендует фирма 1С придерживаться при настройке процесса для обработки входящих документов для исходящих документов обычно у нас происходит жизненный цикл таким образом что либо мы инициируем исходящий документ сами то есть допустим это иск какой-то мы его инициируем как внутренний документ затем у себя согласовываем подписываем регистрируем и затем его отправку мы оформляем исходящим документом мы изначально должны подготовить проект документа для того чтобы его отправить проект документ ну то есть там может приходить входящий документ на основании которого мы создаем исходящий документ и как раз этот исходящий документ будет ответом на наше входящее то есть в любом случае нам нужно подготовить проект документа и затем запустить его на согласование то есть как раз здесь согласование будет первым действием как вы помните согласование у нас может быть всяческим разным с кем нужно согласовать документ с тем и настраиваем то есть со своим руководителем непосредственным с руководителем департамента который допустим указан в документе после того как документ согласован он переходит к подписанию либо утверждению затем регистрации и физическая отправка вот как раз хороший пример для действия исполнения то есть у нас отправку мы сто процентов будем реализовывать через действие исполнения у нас единый возможный вариант выполнения задачи это исполнение для регистрации мы воспользуемся задачей действием типа регистрации утверждение исполнения также утверждение подписания также есть свое действие которым можно пользоваться и для согласования мы смотрели что есть свое действие согласования с опциями которые характерны только для согласования на этом хотелось бы завершить наш вебинар и как обещала давайте посмотрим вопросы и поотвечаю на ваши вопросы так илья спрашивает илья спрашивает вопрос касается срока исполнения срока исполнения реализовано ли что-то наподобие производственного календаря чтобы срок исполнения мог двигаться в соответствии с выходными днями илья спрашивает в документообороте мы устанавливаем производственный календарь и все сроки все сроки исполнения они по умолчанию учитывают рабочие дни то есть если мы настраиваем сегодня у нас четверг если мы настраиваем срок выполнения задачи два дня и документ запущен в пятницу то есть будет считаться что срок выполнения 27 декабря то есть по умолчанию система пользуется производственным календарем который мы установили в системе юзер так в списке процессов отсутствовал созданный вами процесс так как вы не создали а сделали по умолчанию да действительно был такой момент можно ли для определенного человека указать разные производственные календарии интересный вопрос даже не могу ответить сразу хочется ответить что пока что нет но на самом деле не уверена интересный вопрос спасибо если оставите свою почту я вернусь к вам с ответом так вопрос когда создаешь процесс по очередности задаешь исполнителей и описание его действия а когда пользователь отправляя задачу на выполнение выбирает наш процесс из предложенных шаблонов то он видит исполнителей не по порядку а в разброс справа в окне выбора шаблона процесса почему так происходит скорее всего как-то некорректно настраивали обычно у нас идет отображение идет по порядку может быть такое кстати что действительно был такой баг в системе но он исправлен с крайним релизом или обновлением и возможно может быть не обновлялись не обновляли релиз свой и поэтому данный баг у вас присутствует но если посмотреть давайте сейчас вот у нас редакция еще раз посмотрим редакция 2.1.27 и шаблоны процессов у нас идет отображение идите по порядку да то есть согласование может быть у вас в точечном действии мишин зеленец федоров последовательность мишин зеленец федоров то есть пока отображается ровно да тут контрольное количество циклов оно как раз выполняет задачу ограничения чтобы мы не могли бесконечно отправлять по кругу на согласование на согласование то есть вот этот определенный момент когда подходит третий круг у нас он уже является окончательным Светлана Света зад спрашивает в чем принципиальная разница между установкой условий в порядке выполнения и в действии в разделе исполнитель не совсем поняла вопрос но попробую ответить порядок действия у нас мы можем настраивать порядок действия в каждом действии отдельно да то есть у нас есть допустим этот комплекс процесс если откроем вот у нас есть согласование поручение ознакомление у нас есть порядок выполнения самих действий глобальных да то есть самих наших блоков кубиков лего да то есть что вот у нас идет сначала согласование затем поручение затем ознакомление мы можем настроить таким образом что сначала у нас будет согласование затем поручение ознакомление а затем ознакомление но при этом в каждом действии Внутри будет свой порядок направления задач. Когда приходит очередь согласования, выполняется внутри распорядок исполнителей по согласованию, выполняются условия и настройки направления. Затем, когда действия завершаются, в глобальном комплексном процессе выполняются действия, которые должны идти по порядку действия для наших кубиков. То есть порядок действий мы настраиваем как глобальный для всех действий в нашем комплексном процессе, но также мы можем настроить и дополнительно в каждом элементе отдельно, и они все будут выполняться. Главное здесь, конечно же, внимательно настаивать, потому что если в какой-то момент не учесть или сделать ошибку при настройке порядка, то процессы будут внезапно завершаться. Тоже такой момент. Если увидите, что, допустим, захотели автоматизировать процесс своими силами, настраивайте его всегда сначала на тестовой базе. На базе, на которой можно спокойно поэкспериментировать, протестировать этот процесс и только затем переносите на рабочую базу. Знаю, что среди вас и аудитории много специалистов, которые занимаются самостоятельной настройкой. Поэтому рекомендую изначально прогонять все на тестовой базе. Если видите, что процесс, который вы только что настроили, и он после одного или второго действия завершается и не продолжается, это значит, что у вас какая-либо ошибка при настройке либо порядка выполнения, либо условий. И всегда это обычно в комплексном процессе, а не внутри. Так, вопрос. Не увидел в жизненном цикле этапа подписания. Смотрите, у нас с точки зрения документа оборота, подтверждение подписания, это почти что одно и то же. Мы-то знаем, что это разное действие, но настраивается оно таким образом, что... Сейчас покажу хорошее замечание, хороший вопрос. Вот у нас подтверждение подписания. Настраивается таким образом. То есть мы выбираем либо утверждение, либо подписание из этого действия. То есть они отдельно не существуют, отдельное утверждение, отдельное подписание. А вот в таком смежном варианте. Подписание подписать. То есть это действие, действие подписания, подтверждение, оно есть, оно базовое. Конечно же доступно для настройки. В исходящем или нет, в исходящем документе все элементы доступны нам для настройки. То есть мы строим свои процессы и назначаем им их для любого вида документа и потока документов. Так, вопрос. Можно ли откатить бизнес-процесс назад? То есть когда пользователи ошибочно выбрали не тот вариант маршрута. Здесь обычно, когда пользователи выбрали не тот вариант маршрута, обычно это задействован администратор. Администратор правит уже бизнес-процесс таким образом, но не очень красивым и опрятным. Бизнес-процесс откатить назад типовым функционалом нельзя. Можно лишь вручную добавить еще раз ту задачу, которая уже была выполнена. И если уже процесс пошел совсем дальше, то есть перепрыгнул через два действия, согласование уже согласующего согласовали, что рекомендуется сделать, это приостановить и прекратить процесс, запустить такой же по шаблону, но удалить из процесса тех исполнителей, которые уже выполнили свои задачи. Наталья Кузнецова спрашивает, как система считает один день на исполнение. Смотрите, тут есть варианты такие. Если устанавливать днями, то система будет считать, что раз в пятницу у нас запущен процесс, вот в пятницу у нас и срок, то есть один день будет по истечению пятницы, и неважно, когда в пятницу вы его запустили, в 13.00 или в 17.00. Если мы хотим, чтобы срок устанавливался таким образом, что вот мы сегодня в 13 запустили, сегодня пятница, а срок был в понедельник в 13, то есть как бы один день, но 8 часов, то мы ставим ровно так же, то есть 8 часов, мы ставим срок исполнения 8 часов. Система знает, что суббота, воскресенье, выходные, и система знает, что наш рабочий день до 18, и мы устанавливаем сами работу, сроки работы наше предприятие. И таким образом, оперируя именно сроками в часах, мы можем настраивать конкретные сроки, допустим, в понедельник на 13.00 будет крайний срок выполнения этой задачи. Алексей спрашивает, можно ли как-то сделать авторегистрацию документа в маршруте? Например, сотрудник заводит документ, процесс согласования, авторегистрация, конец. Смотрите, авторегистрация, это нужно чуть-чуть доработать систему, в типовом функционале автоматической регистрации у нас нет. Нужна доработка, но благо в том, что она не какая-то большая, не катастрофическая, точная доработка. Вопрос. Использование электронно-цифровой подписи при подписании документов на каком этапе настраивается? При внедрении документа оборота или при действующем документе оборота можно настроить? Можно настроить, когда угодно, когда у вас появляется электронно-цифровая подпись. При этом, допустим, вы подписывали документы простой визы подписания, и вы хотите, чтобы документы теперь подписывались с цифровой подписью. Вам нужно будет подключить с помощью поддержки ИТС, специалистов поддержки ИТС, подключить цифровую подпись. И затем изменить в шаблонах процесса тип подписания, подписание с ЭП. Татьяна спрашивает, можно ли в шаблоне указать срок исполнения, например, два часа. Да, можно указать любой срок исполнения, в часах, в днях, какое угодно. Что ж, коллеги, если есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, направляйте. В шаблоне, Татьяна пишет, что в шаблоне нет возможности указать часы только днем. Покажу сейчас, попробую вам помочь. Смотрите, когда мы устанавливаем сроки, если мы вводим, вот выбираем поле, и выбираем данное поле, и вводим цифру, нажимаем Enter, либо просто в любом месте, то система сохраняет нам действительно когдовое дня. То есть автоматически система думает, что это мы в днях хотим устанавливать. Если мы хотим в часах, то мы вводим после цифры 2 маленькую букву Ч, и нажимаем Enter. Здесь уже будет у нас 2 часа. Таким образом, мы можем устанавливать сроки в 2 часа. На здоровье, Татьяна. Что ж, коллеги, если вопросов больше нет, будем завершать. Я надеюсь, что вебинар не был слишком затянутым для вас. И понравился. Приглашаю на следующие наши вебинары. Сроки, даты и темы следующих вебинаров смотрите обязательно в рассылках от нашей компании Кодерлайн. И спасибо за ваше участие. Спасибо. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова